Не так давно разработчики Payday 3 провели ответы на вопросы. Я собрал все самое важное и давайте с вами это разберем. Меня зовут Крэви Гангстер и сегодня будем говорить про будущее Payday 3. У меня тут стоит чаечек, вот сладенький, вот кисленький. Наливайте себе такой же, ну а мы погнали. В прошлом Amma я переводил и вопросы, и ответы. Здесь же я выделю саму суть, дабы не тратить ваше время, а ответы и вопросы вы можете почитать прямо на экране. На данный момент разработчики активно работают над улучшением модификации и кастомизации оружия, делая систему более гибкой. Также мы не раз слышали о том, что лазеры и другие гаджеты могут появиться в будущем, но пока анонса нет. Лично я рад, что работы в этом направлении ведутся, потому что как я говорил в прошлом видео, кастомизация пушек очень ограниченная, по сравнению со второй частью. Поэтому рассчитываем на лучшее. Идея настраивать оверкил оружие показалась разработчикам интересной, но на данный момент у них есть дела поважнее. На мой взгляд, в этом нет прям острой необходимости. Каждый оверкилган выполняет свою функцию, так что как их можно настраивать, лично мне непонятно. Ну чё, глушитель нацепить или чё, блядь? Поэтому, как по мне, это лишнее, но будет любопытно посмотреть. Разработчики работают над тем, чтобы уникальные для конкретных пушек модификации можно было использовать на любом оружии. Я удивлен, что этого нет в оригинальной игре. В общем, ждём. Разработчики планируют расширять второй слот за пределы только пистолетов. Ранее мы получили ппшку на второй слот, а также получали револьверы. Так что в будущем стоит ждать больше новых типов оружия. Потрясающая новость. Выбор оружия на второй слот слишком ограничен. Это не даёт нормально комбинировать оружие, как это было в Payday 2. Безусловно, это правильное решение. Да, придётся балансить, потому что у нас всё ещё есть главное основное оружие. И в целом Payday 3 и Payday 2 это разные игры. Но всё равно, я думаю, они что-нибудь придумают. Не используемые войслайны в файлах игры будут добавлены в будущем. Но сейчас это явно не приоритет. Однако некоторые войслайны не работали по ошибке, которая была исправлена в грядущем обновлении. Я этому несказанно рад. Потому что в Payday 3 хайстеры никак не реагируют на происходящее, не общаются с шейд, не общаются между друг другом. Это прям большое упущение. Вообще, в идеале, хотелось бы, чтобы сделали как в The Heist. Потому что там с этим всё было в порядке. Блядь, какой же ебейший чай. Сейчас разработчики кое-что готовят, что должно сделать оверкилганы более достойными звания оверкил. Сказано следить за новостями. Подробной информации пока нет. Очень надеюсь на лучшее. Оверкилганы хоть и полезны, но зачастую они спаунятся где-то в жопе. Так что идти за ними банально не хочется. В будущем разработчики хотят сделать базовую игру более реиграбельной. Переработка существующих ограблений это интересная идея, которую они уже обсуждают внутри компании. Очень надеюсь, что это выйдет как можно раньше. Я видел на реддите идею с каждым крупным обновлением обновлять ещё и старые ограбления. Добавлять в них больше рандома, РНГ. Это было бы круто. В данный момент они не работают над добавлением поддержки клавиатуры и мыши на консолях. Им нравится эта идея, но при этом нужно оценить влияние такой функции на игру. В будущем они хотят углубиться в эту тему, но пока что, увы. Поскольку Payday 3 это не соревновательная игра, я не вижу в этом никаких проблем. Даже если консольщик будет играть без кроссплея, вот только с консольщиками. Какая нахуй разница с чего он играет? С геймпада или с клавиатуры? Это же PVE игра. Если человеку удобнее клавиатуры и мышь, то пускай подключает. Мне кажется, тут разработчики зря наводят суету. По словам Альмира, они в курсе того, чего хочет сообщество. Они знают о том, что игроки хотят возвращения пилы и C4 в Payday 3. Также в команде на данный момент все наладилось. Ибо первый год поддержки игры был очень тяжелым. Особенно после плохого старта. Альмир считает, что отношение игроков к Payday 3 будет становиться все лучше и лучше. По мере того, как они будут добавлять контент. Ну, тут сказать нечего. Игра становится все лучше и лучше. Возвращаются старые игроки. Приходят новые. Оценки у игры начинают становиться нормальными. В общем-то, потихоньку Payday встает с колен. Так что да, новый контент это действительно то, что нам сейчас нужно. Следующий вопрос получил огромный ответ от Альмира, который я не могу нормально сократить. Поэтому озвучу полностью. Вопрос такой. Планируется ли переработка основных ограблений? Полностью переделать ограбления, добавив новые визуальные эффекты, больше РНГ, лучшие цели, новые декорации и так далее? Альмир отвечает. Что касается пересмотра базовых геймплейных ограблений, некоторое время назад мы проводили опрос на эту тему. И мы согласны с тем, что некоторые из базовых хайстов не так хорошо проходят проверку временем, как нам бы хотелось. Мы считаем, что новые задания, исследующие различные пути и повышающие качество с течением времени, должны разными путями возвращаться в стартовые задания. Это может быть отдельным постом в блоге в будущем, так как в этой теме очень много всего интересного, чтобы повысить общее качество и выдержать испытания временем. Однако важно отметить, что мы все еще обсуждаем, как и когда будет реализована эта инициатива. Поэтому примите все ниже изложенное, как один из вариантов. Скорее всего, это будет похоже на то, как в Overwatch карты переделываются раз в некоторое время, в течение более длительного периода времени. Потенциально чередуясь с регулярными выбросами контента вместо одного большого обновления. Для некоторых ограблений это, конечно, может быть более глубоким, чем для других. Некоторые могут претендовать на то, чтобы вернуться к чертежной доске и по-другому подойти к идее ограбления. На ум приходит 99 ящиков. Другие, например, Turbid Station, могут получить громкий вариант в будущем. Пускай нам и нравится Turbid Station, очевидно, что требование ограбления только с помощью стелса сложно для новых игроков, особенно при использовании быстрой игры. Мне нравится задумка с добавлением лауда в Turbid Station, потому что этого не хватает, как будто бы можно даже по-другому взглянуть на ограбление, потому что это полноценный новый подход, это его переосмысление. В целом задумка мне нравится, буду ждать, когда об этом напишут позже в полноценном блоге. Разработчики не планируют многодневные ограбления, хотя сама концепция им кажется интересной. Они обсуждали идею добавить небольшие необязательные миссии в припланинг перед основным ограблением, где игроки могли бы украсть чертежи или типа того. Я думаю, что они скорее имеют ввиду, знаете, вот как на Big Oil, где в первый день мы можем украсть ключи и на второй день сбежать на самолете. Они вернутся к этой теме, если Payday 3 станет успешной, ибо подобные вещи требуют солидных инвестиций. Как по мне, идея спорная. С одной стороны, это кажется интересным. Дополнительные маленькие ограбления, которые повлияют на основное ограбление, звучит круто. Но с другой стороны, если я хочу поиграть в конкретный хайст, я не хочу перед этим проходить другое маленькое ограбление, чтобы на самом ограблении получить какое-то там преимущество. Но опять же, если эти хайсты будут интересными, вот эти вот не основные, перед основным ограблением, и будут давать хорошее вознаграждение, там какие-нибудь уникальные активы, которые будут сильно влиять на основное ограбление, то в целом почему бы и нет. Задумка интересная, но мне кажется, над ней нужно долго работать, чтобы она не стала раздражающей. Разработчики хотят усилить погружение в игру и добавить хайстерам новые реплики. Заебись. Четко. Сейчас у разработчиков нету времени работать над ботами, но они слышат недовольство игроков и могут вернуться к этому в будущем. Хуёво, потому что боты в Payday 3 залупная хуйня. Подробнее я говорил здесь, пожалуйста, посмотрите это видео, пожалуйста, посмотрите это видео, пожалуйста, посмотрите это видео. Разрабы планируют улучшить эндгейм. То, о чём я говорил в последнем видео, на данный момент не сообщается, над чём именно они работают, но работы ведутся. И как говорил Альмир на одном из стримов, они хотят, чтобы игрокам было чем заняться. Альмир работал над инфами, и поскольку сейчас он геймдиректор, один из, пускай и временный, Я надеюсь, что они положат основу интересному эндгейму, потому что ренован с этим не справляется. В будущем игроки смогут увидеть, сколько киллов они сделали на хайсте. И во время монтажа этого видео уже вышел новый девблок, в котором это показали. Поэтому, да, ждём уже в следующей обнове. Новые достижения отложены на второй план. Сейчас есть дела поважнее. В целом, если вместо ачивок вы делаете что-то крутое, то и хуй бы с ними. Достижение — это дело десятое. Главное, чтобы сама игра становилась лучше, и в ней было чем заняться. А уж иконки в стиме мы как-нибудь подождём. Хотя на самом деле ачивки — это так-то достаточно простая механика, её легко реализовать. В Payday 2 было дохуя ачивок. Также я хочу, чтобы ачивки давали маски, рисунки, косметику. Ну, вот что всё, что было в Payday 2. У разработчиков есть планы по улучшению кругов на миссиях. Те самые круги, в которых нужно стоять по 13 секунд в каждом, чтобы что-то взломать. Честно, настолько уж большой проблемы я в этих кругах не вижу. В стелсе они вполне себе оправданы, ибо там вы стоите на месте, и в это время вас может кто-то обнаружить. В лауде — да, они лишние. Вообще, я тупо сделал бы так, что чем меньше игроков в команде, тем меньше этих кругов. Всё. Потому что в одиночку всё это делать, ну это как-то слишком скучно. Но будем посмотреть. Раньше они говорили, что не знают, что с ними делать. Однако сейчас у них уже есть какие-то там планы. Надеюсь, будет что-то интересное. Разработчики знают, что покупка активов на хайсты является востребованной функцией. Но в данный момент они над ней не работают. Хуёво. Ничего больше не сказать. Ну, на этом, в принципе, всё. Спасибо за уделённое мне время. У меня уже чаёчек маленечко сделал. О, какой вкусненький.